...социально-экономическое строительство в малонаселенных пунктах. Значит, мы военные, полковники, десантники... Да, полковники ВДВ. Да. И я еще и врач военный. Значит, я прошел в Афганистан, сейчас проехал Балканы, Южную Корею, я посмотрел. Проблема везде одинаковая. Но, подчеркиваю, вот в Южную Корею меня пригласили, три фонда пригласили сейчас для работы. Значит, я уже содействую с генеральным директором государственного фонда по развитию малых населенных пунктов. Но у них малые населенные пункты, это клондайк. У них можно и к телевидению подойти, и к телефону подойти, и в больницу подойти, и в ЖКХ подойти, и так далее. У нас это вот практически не стоит. Поэтому... А что значит подойти, извините? Жить. Использовать. Просто использовать, жить и так далее. Там любая деревня, туда все стоят. Все услуги. Все услуги, условия есть. У нас этого ничего нет. Я хотел бы в выступлении всех предыдущих сказать добро. И вот то, что было сказано потребительской операции, там объединение, все свое. Но мы ставку делаем не на товары и услуги, хотя это тоже развиваем, но мы хотим ставку сделать на интеллектуальную собственность. Вот оценка есть. Вот ученые, академики, капитан интеллектуальной союзи в России оценили 700 триллионов долларов. 700 триллионов долларов. Оно у нас лежит под ногами. Вот у нас сколько приезжает академиков, там все же на кореи говорят, как в России деньги лежат или под ногами. И вот когда я с генеральным директором начал в государственном фонде говорить, она говорит, у нас, если вы только найдете с нами взаимодействие, кооперацию. А я сказал, да, мы уже там филиалы открываем. Товарищ полковник, в рамках своей международного потребительского общества. Я об этом речу. Я думал, вы сказали, что да. Своим партнерам, пайщикам международным. Я сказал, да, как председатель Совета. Я к своей воле и сказал, почему? Потому что они видят, что у нас есть ресурс, у нас в частности. Мы объединились десантники, мы объединились силовики МВД, мы объединились правоохранительные органы и спецподразделения. Слышали таких, как Маргелова, да? Вот я у него 30 лет личный врач у этой династии был и продолжал. У Грачева, Павел Сергеевич, я с лейтенанта был врачом. Я имею на это морально право говорить. Поняли, да? Поэтому я прошу, давайте объединяться. Давайте делать конкретное дело. Спасибо. Спасибо огромное.